Ну а к нам прилетает первая посылка, ну-ка! Опять Лёг, опять меня обманул. Думал, сейчас убьёт меня коробкой, а она лёгкая. Вот эта посылка... Ты понял, да? Так, и что же это такое? Привет, с вами Велсаком, это продолжение апрельского выпуска посылка от подписчиков. Если не видели первую часть, рекомендую глянуть, где было прям много всего интересного. Ну а у нас настолько много посылок вообще, что если мы сейчас вторую часть не снимем, потом мы под ними умрём, как в том самом замечательном мультфильме. И вот, что хочу вам сказать. Я почитал комментарии к предыдущему выпуску. Очень многие люди писали, типа, слишком много всяких историй с деревом. Типа, хватит дерева. Я вас услышал, и я считаю, что действительно. Так что, народ, если у вас есть жгучее желание что-то нарисовать на дереве и отправить нам, пока давайте возьмём небольшую паузу, чтобы у нас был разнообразный контент. И я напоминаю, что вся история с этим форматом в том, что я не знаю, что в ваших посылках. Вы присылаете всё, что угодно, и моя самая первая, самая честная реакция здесь непосредственно на видео. Ну и ещё один момент. Вы писали 50 на 50. Кто-то говорит, давай много и чаще. Кто-то говорит, реже и короче. Кто-то говорит, наоборот, давай много и редко. Короче, хрен разберёшь. Поэтому мы продолжаем тюнить этот формат. В любом случае, пишите комментарии, я их с удовольствием читаю. Ставьте лайки, поддерживайте нас. Ну а к нам прилетает первая посылка. Ну-ка! Опять лёг. Опять меня обманул. Думал, он сейчас убьёт меня коробкой. А она лёгкая. Ну и мы по красоте в этот раз начинаем с больших. Потому что, почему нет? Это какой-то хендмейт. Это нравится. Опять же, многие пишут, Валя, почему это превратилось в некую рекламу магазинов и вообще малого бизнеса? Ну потому что хрен его знает. Народ так воспринимает. Но я в этом не вижу ничего плохого. Я помогаю малому бизнесу, и мне от этого становится приятно. Я сейчас подумал, классный пранк, знаешь, запаковать, короче, в 40 коробок, там, пакетов, открываешь, внутри ничего. Новогодняя распаковка. Новогодняя распаковка. И тут ещё я в виде Деда Мороза. С Новым Годом! Ааа, только мы сказали, хватит деревянных поделок, к нам прилетает... Слушай, ну вот это кайфовое. Ладно, деревяха-деревяхи рознь. Вот это прям нравится. Смотри, штаны мои такие вот зеленые, прикольные. Ой, еще и палочки. Я, кстати, в прошлом выпуске обещал вам быть в рубахе красивой. Так вот, она на меня не налезла. Ха-ха-ха, потому что... А, ты посмотри, тут еще и шоколадонькие вот такие. Ой, ну вот это приятно. Подожди, а тут что-то написано же должно быть, да? Конвертик. Дядя Валя, наконец посылка пришла к тебе. Прости, что с небольшим опозданием, но год ведь только начался. Твои подписчики Андрей и Вика. Так, прикольно. Они даже ничего не рекламируют. Ты понял? Ты посмотри, какие тут ништяки тут. Вилсаком, между прочим, написано. Смотри еще какую штуку нашел. Вилсаком с гаджетами. Кто-то изготовил, кстати. А вот здесь вообще идеально, смотри, вот эта открытка. А здесь надпись, не просто так. А знаешь, что там написано? Дядя Валя, просим подписать открытку и отправить обратным письмом. Слушай, ну хорошее начало, прям приятно. Вот эта штучка мне прямо зашла. Она прям прикольная. Ее тоже можно поставить в туалет. Настолько она классная. Вот эта посылка достаточно тяжелая, чтобы ее бросать. А прилетела она из Зеленограда. Славного города, недалеко от Москвы. Которая еще и технически является тоже Москвой. А значит, давайте посмотрим, что там внутри. Заклеили от души. Хрен знает, с какой стороны подобраться. Что же это такое? Это натурально ящик, на котором написано, непонятно, Святой Илья написано. Ну ты понял вообще уровень троллинга? Здесь есть язычок, но за него нет смысла тянуть, потому что оно тупо прикручено. Нам нужен инструмент. Ну, делайте ваши ставки, господа. Только мы, значит, сказали, давайте без деревьях. Как на тебе, блин, без деревьях. Ну знаете, что это такое? Это деревянный аймак. Добрый день, Валентин. Меня зовут Илья Стародумов. Я работаю в столярно-мебельной мастерской и в свободное время увлекаюсь маркетри. Думаю, у вас уже много чего имеется, кроме деревянного аймака. Действительно. Я записал видео процесс изготовления, чтобы вы увидели, что тут не ожидание за чашечкой кофе у станка, а когда он за вас напилит все детали, а действительно ручная работа. В шапке профиля в Инстаграме есть ссылка на технологию изготовления этого аймака. Надеюсь, вам понравится. Слушай, ну я уже, на самом деле, даже без видоса дополнительного вижу, что это вещь. Прям даже не хочется ставить в туалет, потому что там он потеряется. Хочется поставить его в прихожую. Сидит такой Валя в аймаке деревянном? Вообще. Слушай, я только сейчас понял, что Apple вообще было бы в тему сделать вот такой аймак. Вот такого размера. Знаешь, такой, типа, не очень большой. Ты такой сел. Ну да, кстати. Вот это хорошая тема. Миниатюрный аймак. Это он взял его в кафе такой, в Starbucks, пришел. Ла ты мне большой. Красота. Это, кстати, фотка, обложка, по-моему, может быть не обложка, она есть в Инстаграме. И это с Ягуаром электрическим. Это когда мы ездили москвич покупать. И, кстати, вам небольшой спойлер. Москвич более чем жив. И он скоро станет Tesla Model M. Ой-ой-ой-ой. Так. Ставлю 10 долларей. Блин, я вспомнил. Была такая игра, называлась Курортный роман. Когда не было порнхаба и не было вообще никакой радости в жизни, были игры на дисках. Абсолютно убогие вообще в своей жизни. Назывались Курортный роман, по-моему. По-моему, так, могу ошибаться. Но мысль в том, что там было несколько девушек, их надо было, значит, разводить. И вот помню, там приезжаешь куда-то в какой-то, значит, Курорт. Там тебя встречает девочка, и она вот на все отвечала 10 долларей. Вот так вот. Вот откуда, видишь, из чертог памяти достал эту информацию специально для вас. Так. Ну, очевидно, это картина, бля. Ты посмотри, как запакованы-то, а. Причем бумажка лежит между слоев пленки. Так. Обождите, что называется. Вижу. Вижу по силуэту, что это Барселона. Вау. Ты посмотри, какая сочная. Спасибо вообще. Вообще, я в очередной раз должен сказать вам, друзья, спасибо. Всем, кто присылает свои работы, тебе присылает подарки просто. Офигительно вообще. Смотри, какая. Слушай, я таких... Блин, она еще как-то покрашена странно. Даже в официальных магазинах Барселоны в Барселоне не видал. Хочется прямо ее повесить. Это, я так понял, для затравочки. А тут еще, смотри, на нас смотрит. Он самый. Вот она. Наверное, это главная история. Хотя технически обе классные. Дарт Вейдер. И, чтобы вы понимали, это не нарисовано. Это, видите, с некой текстурой. То есть, это отдельный у него меч. Он такой весь из себя рифленый, классный. И вот здесь уже мы можем взять письмо. И прочитать, что там указано. Привет, Валентин. Вот уже около двух лет смотрим твой канал. И нам очень нравится качество видео. Спасибо. Твоя команда работает на славу. За что вам очень благодарны. Найти блогеров с хорошей подачей материала очень сложно. Особенно сейчас. Поэтому в мире техники ты и твоя команда наши фавориты. Спасибо. Когда мы узнали, что ты принимаешь посылки от подписчиков, решили тебе сразу же отправить то, чем мы горим по жизни. Так как знаем тебя давно, успели кое-что узнать о твоих предпочтениях. И они совпали с нашими увлечениями. То, что ты откроешь полностью ручная работа. И надеемся, что тебе понравится наш подарок. Да найдется ему достойное место у тебя дома или в студии. И теперь немного вопросов. Фига. Тут еще и вопросы подъехали. Каким ты видишь свое будущее и будущее канала через 5 лет? Есть ли какие-то грядущие проекты? Проектов очень много. Из-за всей байды с коронавирусом мы, конечно, все стопорнули. И это грустно. Ну а что касается будущего. Первый, наверное, большой мейлстоун, который я вижу, это 10 миллионов подписчиков. После чего я планирую обнулиться. Об этом я расскажу вам чуть попозже. Чем занимаешься в свободное время от Ютуба? К сожалению, 25 часов, как бы избито это ни звучало, занимает Ютуб. И оставшиеся 5 уходят на семью. Поэтому тяжело, тяжело. В сутках времени мало. Времени нахерена ни на что не остается. Читаешь ли ты книги? Если да, то какие? Вот в прошлом выпуске мне 2 подарили. Вот их и читаю. Но вообще книжки, конечно, к сожалению, к сожалению, не успеваю. Я только слушаю и в основном что-то совсем такое, без чего жить нельзя. Ну, не знаю, шантарам мне на стол упал. Я такой, так, давай читать. Занимаешься ли ты инвестициями? Да, да. Скупаю на свободные деньги акции Apple. Тим Кук, братюня, все хорошо. Планируешь ли ты провести фан-встречу или что-то вроде того? Я делал всякие встречи много лет назад. Это было очень круто, очень здорово. Но, наверное, в ближайшем будущем пока не планирую. Без особой на то причины. Назовем это так. А вообще я периодически встречаюсь с вами во всевозможных местах и мероприятиях. Поэтому дефицита общения живого с аудиторией у меня нет. Поэтому, если что, следите за моими соцсетями. Там я всегда анонсирую подобные вещи. Ну-ка! Стоять. Город Щелково. Ну, это недалеко от Москвы. Это летело недолго. Назовем это так. Что же там внутри? Привет, Валентина и вся команда Велсаком. Меня зовут Максим. Мы с моим братом Сергеем занимаемся изготовлением люстр и светильников. Из дерева. В стилях рустик и лофт. Любой сложности. Ну, кстати. Все наши люстры это полностью ручная работа. Держи наш подарок. Надеемся, что он найдет свое место в студии или у кого-то дома в интерьере. Надеюсь, что лампы целы. Это лампы, судя по всему. Это лампы. А вот это... Оу... Слушай... А, она висеть должна, да? А, все, я выкупил. Это вот так должно висеть на вот таких вот крюках. А это, соответственно... А, это лю... А, это прямо лампа. То есть, это прямо... Оу... Яблоньки. Смотри. Слышишь? Яблоньки не просто так. Это лампочки. Причем не простые. А, смотри, какие. Лофт-лампочки. Смотри, какие топовые. Это когда нить горит, и ты ее прямо видишь. То есть, две крайних красивых. Одна... Ооо... У нас такая в холодильнике Зил была. Похожая. Подожди. Оно специально. Ты посмотри, что творится-то. Смотри. Непонятно, это... Случайно так вышло? Или специально сделано? Но внутри там получается буквка W. Ну, это на входе в туалет повесим. Ахахахаха. Красота. Спасибо большое. Прям от души. О-а. Ага. Тут, знаешь, тот случай, когда в одной коробке... Смотрите, в посылке. Две коробки. Смотри. Раз. А, они еще и, смотри, склеили. Оха. Два в одном. Как я люблю. Привет, Валентину и всей команде. Меня зовут Дмитрий. Я из Первоуральска. Что вблизи Екатерин. Так, пока отложим. И посмотрим, что же тут прилетело. Так. Йенто-скворечник-яйцо. На секундочку. Вот так это должно выглядеть. И оно еще и собирается. Это я, короче, сыну отдам. Прям вот так. И дочке. Пускай на даче собирают. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А это что? Ё-моё. Вау. А это голова оленя. Почувствуй, что называется, сходство. Так, а это я жене отдам. Пускай жена собирает себе голову оленя. Ха-ха-ха. Совсем недавно я стал головорезом. В общем, решился начать свое дело, а точнее, производство декора для дома. Вот так вот. В Екатеринбурге тут еще и скидка 15% велсаком. Слушай, ну крутая штука. Мне нравится, что это приходит не в сборе, а нужно еще и ручками собрать. Там инструкция. Когда ты собираешь что-то ручками, всегда оно потом радует больше. Но просто потому, что ты вложил туда какие-то свои ресурсы. Это как есть картошку руками в Макдаке. Вот ее руками ешь, поэтому особенно кайфуешь. Так. Что-то очень легкое. Но тут интересно, что очень много марок всяких. Смотри. Дин-дин-дин-дин-дин. Что-то написано. Какие-то картинки от души. И вообще что-то мягкое внутри. Так, по ощущениям? Хе-хе-хе. Их-хе. Так. Пергамент. Привет, Велсаком. Лови подарок от мастерской Олкрафт. Это бокс по Гарри Поттеру, в котором именное письмо и Хогвартса, карта мародеров и друг. Смотри. Мистер Петухов. Это я. О, запечатано. Блин. Тут, смотри, еще перышко. Совы. Блэд. Ребята, тут много всяких ништяков по Гарри Поттеру. А, еще включи. А, смотри, как сделано. Тут такая штучка. Нажимаешь включи. И оно загорается еще все внутри. Ты понял, Саня? Оп. И горит. И чтобы тебе красиво было распаковывать, оно еще и горит. Здесь в картонную коробку. За сандалью. Так. Я знаешь что? Я это соберу вот так вот аккуратно. Ну, короче, это топовый ништяк однозначно. Прям хороший. Я это все отдам дочке, потому что она смотрела все серии Гарри Поттера, кайфанула и так далее. Я сама делаю все эти волшебные предметы и рассылаю детишкам и взрослым в разные города. Что я хочу сказать? Тут контакты. Я призываю вас зайти заценить, потому что мне кажется, это прямо топ. Посылка первого класса. Арма Тойс. Нихрена себе здрасте. А, реально это арбалет. Или нет? А нет, это автомат. Да пулемет какой-то. Именной. Наконец-то у меня есть именной пулемет, чтобы гасить козлов всех. Сейчас, секунду. Макет винтовки. АВП резинострел. Ооо. На резинках, смотри. Тинь. Тинь. Хрена. Ты посмотри какая. Ооо. Тут же крок нажимается. Даже вижу что-то. Смотри. А, тут крок нажимается. Так она реально резинками стреляет. Опа. Защелкнулась. Здесь у нас ноженьки. Соответственно, они либо на резинках держатся, либо так. И просто пошел гасить. Слушай, ну то, что тут вилсаком написано, прям вообще сделано. Касистно. Ее прям нравится. Мне кажется, у меня есть свой аппарат. Деревянный классный резинострел. То есть, соответственно, куда-то сюда, вот на эту штуку, ты цепляешь резинку. И она потом вот так ноженьки поставил. Все, смотри. И давай, бах. Блин, оружие даже в виде деревянного вот такого вот макета все равно доставляет удовольствие. Понимаешь? И, видимо, это генетическая память у мужика просто. У мужика должна быть вот такая волына, короче. Бам-бам-бам. Нравится. Самое-то кайфовое. Вот они резиночки. Вон они, резиночки-то все здесь. Так, тут еще какие-то штуки есть. А, это еще, смотри, мишень в виде солдатиков. Кайф. Ставишь солдатика, мишеньку. Но мы пока берем резиночку сразу, сходу. Вот так, смотри, это сюда надеваешь. Вот так сюда, значит, зацепляешь. Все, резинка готова. И, давай, попаду, не попаду. Почти. Так, берем упреждение чуть-чуть вниз, значит, у нас система дает осечку. Зарядил, смотри, чуть-чуть ниже взял. Давай. Все, со второго раза попал. Братцы, мерси вам ужасно. Документы. На каждый ствол должен быть документ, значит, обязательно. Привет, Валентин, давай знакомиться. Меня зовут Иван. Я решил прислать тебе винтовку, потому что винтовка это праздник. Особенно снайперская. А теперь, по сути, я сооснователь компании Арма. Мы делаем деревянные макеты пистолетов, автоматов, снайперских винтовок. Они максимально точно копируют боевые оригиналы и даже стреляют. Кстати, в безопасности стрельбы наша главная фишка. Игручный пистолет с пульками или шариками весьма коварно. Они стреляют мощно, а их заряды довольно тяжелые. Поэтому наши игрушки стреляют каучуковыми кольцами. Кстати, да, это даже не резинка. Это такая очень мягкая штука. Ну, то есть, это не больно, по идее. У колец нет сосредоточенной, как у шариков, массы. Их попадение гораздо слабее. А вот эффект метлы в момент выстрела просто роскошен. Наши заряды при попадании по солдатикам-мишеням просто сметают их со стола. Значит, смотри. Промокод Велсаком. Скидка 8% у ребят. Спасибо большое. Мы обязательно оставим, как обычно, все контакты и ссылочки, что были в документах, по ссылке, в описании. Так что сможете чекнуть. Слушай, ну это крутой подарок. Вот реально. Даже если у человека все уже есть. Вот такой деревянный резинострел. Особенно вот так еще и кастомизированный. Прямо найс. Мне нравится. Спасибо большое. Мы тут за кадром винтовоньку посмотрели. Она, оказывается, еще и 9-ти зарядная. Блэд. Короче, вещь вообще топовая. Но поехали дальше. Че у нас тут? Ни хрена себе. Аж синий отпечаток от пакета остался. Во как. И там сейчас, знаешь, внутри хрупкая надпись. Надеюсь, долетела сохранность. Ты понял, да? Значит, я вам рассказываю историю. Плохие промоутеры Мори Кей после смерти попадают в AVEN. Но этот-то точно не попадет, да? Здесь все как положено. А там внутри че-то другое. Девайте. Фу ты, я уже на пудру надеялся. А тут че-то другое. Некоторые посылки мы можем сразу отправлять в музей поле чудес. Прямо вот тут. Ой-ой-ой. Оказывается, не та сторона. Подожди. Если ты понимаешь, о чем я. Так. Тут набор, короче, этого самого. О, смотри, импотенцию мне прислали. Табак для кальяна. А-а-а. Дейли-хука. Кальяны. Ты понял, как шифруются, короче? Ты заказываешь с Мори Кей, а тебе приходит импотенция. Ха-ха-ха-ха. Так. А где пояснительная, так сказать, записка? О-о-о. Тут девчонки. Последнее время мне шлют фотографии. Это хорошо. Добрый день, Валентин. Мы комьюнити табака. Самый большой магазин табачной продукции. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое. Ну, я оставлю, конечно, ссылку в описании. Ну, вообще-вообще. Я сам не курю и вам не советую. Ой. Ой. Короче, мы это отправим, знаете, кому? Мы это отправим Антону Логвинову. Потому что он большой фанат. Кальян забить? Вот. Я думаю, что он оценит. Потом спрашивайте его, как оно было. Опа. Ха. А внутри Ха. А там оп. А там вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И больше ничего нет. Аж даже сам себя проверил. А-а-а. Понял? Сурово так. Из-за Сибири. Так. Тут от руки. Привет, Валентин. Меня зовут Евгений. Я занимаюсь гравировкой на браслетах под заказ. А также различными браслетами. Вот решил отправить тебе подарок. Надеюсь, тебе понравилось. Спасибо большое. Black Shops. Вон тут ссылочка даже в Инстаграм ведет. Так что все как положено. Ну-ка. Опа. Ну что, на стиле? Все. Спасибо большое. Опа. Смотри как, а. Просто у меня есть суперспособность. Человек-распаковщик. Придет и распакует все, что ты не мог. Е-мое. Там много всего. Так с нахрапа не зашло. Раз. Раз. Два. Печенька. Сахарный. Дядя Валя. Дорогой друг. Данный подарок для твоих красивых девушек из команды. Букет из мыльных роз. Ручная работа. Срок хранения 5 лет. Ты понял вообще, Соли. Это же вот оно. А ну, а ну, подожди. Ох. Все. Готов. Я реально ощущаю себя Якубовичем, отвечаю. Ха-ха. Пилинг диски. Йоу. Открываю срочно. Наконец-то приведу себя в порядок. Господи. Подожди. О. Еще этим надо обмазываться? Так. Бета-гидрокислота. Пилинг диски с комплектом кислоты бережно отшелушивают Оргавевшие клетки. Граната, значит, в комплекте идет. Это можно съесть? Хм. Слушай. Кайфец. Это прям какие-то приколюхи. Тут, значит, шиммер. Короче, спасибо. Мне нравится. О. Так. Тут уже на коробке. ПС. Надеюсь, подарок понравится. Ох ты, ё-моё. Слушай. Все прям реально такие кайфуют от того, что я фанат Барселоны. А я-то как кайфую. Ты посмотри. Больше, чем клуб, ты понял? Деревянный. Раз. Сами с руками. Мастерская оригинальных подарков. Так. Вот оно открывается. Видишь, вот на таких штучках, короче. Раз. Два. Тут написано клуб. Так, если вот такая коробка. Что же там внутри? Балет. Это часы. Валентину от мастерской. Сами с руками. Смотри. Слушай, ну у меня тут можно филиал открывать. Месси приглашу. Он приедет, скажет. Охренеть. У меня дома столько нету. А я скажу. Потому что у тебя нету таких замечательных подписчиков, которые отправляют тебе ништяки. Мерси вас ужасно. Очень крутая штука. Повесим. Красота. А я тем временем озвучу мысль, которую уже не раз говорил. Но она на самом деле не теряет своей актуальности. А со временем, пока я сижу распаковываю ваши замечательные посылки, она только усиливается. Раньше я любил деньги. Я считал, что деньги подарок лучший вообще. А сейчас понимаю, нет. Вот все, что сделано руками, это действительно круто. Потому что туда вложено сердце и душа. Понял? Сердце и душа вложены. Я ждал тебя. Клинтач ЛТД. Это та самая штука, крутая, кстати. Странно, что во всех туалетах таким не делать. Это, короче, та самая, которая идет с этой. С... Вот этой вот. Она меняется. Вот эта бззззз, которая делает. Инструкция how to use, ты понял? То есть ты когда в общественный туалет заходишь и, значит, боишься, что подхватишь какую-нибудь заразу, вот здесь вот такая фигня, которая, значит, делает вжи. Делает хорошо. А это, я так понимаю, давайте не будем гадать. Это, видимо, картридж сменный. Не, нихрена. Это элемент установки. Смотри, тут моторчик, кстати, такой, знаете, мое почтение. Моторчик. Все эти штуки. И у нас уже была посылка. Мы ее правофланили. Мы еще не поняли в прошлый раз, что это такое. Отдельно человек дослал еще картриджи. Потому что, говорит, забыл положить. Картриджи прилетели отдельно. Вот так вот. Мы прям откровенно не выкупили, что это такое. Я думал, что за валики. А это вот, собственно, сменные кассеты, я так понимаю, для вот этой штуки. Дядь Валь. Можно же так? Привет. Меня зовут Денис. Спасибо, что придумал такую классную рубрику. Валентин, простите, но подарок не вам. Я с удовольствием смотрю обзоры от единственной девушки на вашем канале. И подарок этот ей. Наташа. Надеюсь, этот чудесный гаджет, который уже 6 лет улучшает жизнь тысяч людей по всей России, сделает вашу работу в офисе комфортнее. Наташа у нас, знаешь, не стесняется. В смысле того, что у нас тут все чистенько. Хотя я уверен, что и мужчины из команды заценят это устройство. Ведь его приспичат по-серьезному, а то можно будет расслабиться как дома. Он думает, что у нас здесь гадюшник такой, где ссут прям на ободок, потом растирают по лицу. Нет, мы так не работаем. Заинтригованный. Гаджет внутри коробки это автоматизированный диспенсер одноразовых покрытий для унитаза. Блин. Но я его чисто из принципа поставлю. Вот просто для гостей. Пришли гости такие, знаешь, важные переговоры. Ты им говоришь, давайте, ребята, вон тот туалет, значит, вот этой штукой пользуйтесь. Спасибо огромное. Здесь есть QR-код. И, собственно, ссылочки все полезные. Мы также оставим их в описании. Но это прямо очень круто. Спасибо. Прям. Зато я не ожидал. Я думал, честно говоря, это просто а-ля умная вот эта вот система с сидушкой, которых мы видали уже много, там, с подогревом каким-нибудь. А здесь-то целая вообще история. Но это вообще крутяк. Наташа, сфоткаю, скажу, тебе прислали. Сейчас в чат отправлю. Посмотрим, что она ответит. Ну-ка. Что-то легенькое. А то, знаешь, у нас прям тяжелая артиллерия пошла. Но вот этот выпуск получается прям хороший. Мне вообще любой хороший, но этот прям смешной какой-то. Заряжал у мини. А серьезно? Это что, работает? А он еще и горит. Смотри. Заряжал у. На липучку полепил такой. Смешная фигня. Мне нравится. Слушай, кстати, реально не думал. Вот у народа вообще нормальная чуйка. Тут еще microUSB. Жалко, что не USB-C. Просто USB обычный. А так заряжало. Что, кто, где. Ничего нет. Никакой сопутствующей информации. Просто заряжало мини к нам прилетело. Удобный беспроводной пауэрбанк на 4000 мА. Прикольно. Кстати, заряжало мини, даже в карман влезло. Давай. Опа. Так. И что же это такое? Что это? Не поцарапать бы. Ааа. И там еще палочки. Вот оно еще. И ты по ним бьешь, и разный звук получаешь. Привет, Валентин. Как эта штука называется? Старт, финиш, узнай мелодию. А, тут еще мелодия есть. Подожди. С, где С? Так, ну это инструкция. Надо будет попробовать сыграть и угадать мелодию на Фимбо. Эта штука называется Фимбо. Вот оно что. Так. Привет, Валентин. Меня зовут Михаил. Я строитель производства Фимбо. Город Казань. Давно тебя смотрю. Нравится, как донесишь инфу. Спасибо. Принимай подарок Фимбо Космос. Его очень любят наши покупатели. Положи его на колени или на что-то мягкое, вроде подушки или шапки. А, ну очевидно, это надо не на столе играть. Все, я понял. Возьми в руки палочки и ударяй по лепесткам. Ты услышишь красивую мелодию. Ты уже играешь на Фимбо. Не обязательно иметь музыкальное образование. Балалай. Прикольно. Прикольно, подожди. Ааа. Так, звук-то получается намного прикольнейший. Тупой вообще. Иногда кажется, я прям тупой. Смотри, подожди. Давай. Десять идей. Слушай, ну спасибо огромное. Крутая штука. Опять же, здесь все ссылочки в описании. Мы оставим для того, чтобы вы смогли найти, если что, вот такие. Слушай, это такой крутой подарок. Вот просто ударишь ребенку, он сидит весь вечер играет. Красавчик. Спасибо. В туалет сел, на колени положил. А главное, люди слышат, понимаешь? Если идет, так сказать, мелодия, значит занято. Тыкс, прям карабасина маленькая. Уху-ху-ху-ху. Ааа, ты понял, это что такое? Это 20 лет anniversary. Это какого года версия? С учетом того, что заряжала мини, это держится. Просто у меня есть набор лего к 40-летию. А это когда вообще уходило? Battle of Ender. А, не, ну оно продается. Микро билд. Да, слушай, прикольно. Не, ну это в любом случае лимитка, коллекционка. Красота! Спасибо большое. Прикольный сетапчик, кстати. Привет, Валя! Пересмотрев видео на канале, я обратил внимание, что ты частично увлекаешься лего. Я сам занимаюсь коллекционированием наборов и мини-фигурок уже более пяти лет. Решил отправить весьма небольшой, но интересный набор. Собирается просто, компактный. Думаю, что займет место у тебя на полке. У меня также есть паблик ВКонтакте, где мы опубликуем новости и продаем лего. О, чуваки-энтузиасты. Вот такие вот, которые прямо на позитиве все это делают. Всегда получат поддержку. Я думаю, что вы тоже с удовольствием к ним залетите. Я вам больше того скажу, что я сам к ним с удовольствием залечу. Потому что лего всячески люблю, собираю. Вот недавно, кстати, мы с сыном оселили мустанг, который в наборе, по-моему, Creators выходил. Очень классный. Вот прям мустанг GT67 год. Вот такая вот модель. Огромный. Вот такой. Прям нравится. А тем временем к нам прилетает ростовская область. И тут прямо вот бумажно все запечатано вот так вот. Наташа, кстати, ответила по поводу стульчака нашего замечательного. У меня нет слов. Смешно. Не хотели из дерева? Получите. О, какая штука. Смотрите. Фишка-то в чем. Вот здесь у нас маленький андроид. А здесь у нас яблочко. Вообще. Вот просто вешаешь такой себе на стену, и все, и кайф. Велся ком. Здравствуйте, Валентин. Хотим предоставить вашему вниманию панно из металла, сделанное лично для вас. Единственном экземпляре. Толщина холоднокатанного... 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 Холоднокатанного. Холоднокатанного. Листа 2 мм. Порошковая краска. Вскрытые крепления. Картина вешается без лишних усилий. Достаточно только взять гвоздь и забить в стену. И картина уже украшает ваш декор. Панно располагается в 10 мм от стены, отбрасывая тень. Создается впечатление, что картина висит в воздухе. Надеемся, вам понравится. Будем очень признательны, если вы опубликуете общему вниманию наш инстаграм. Нам всегда только за. Очень классно вот это яблоко с андроидом. Прямо красиво. Спасибо. Очень круто. И осталось у нас две, ну, судя по всему, картины тоже. Но вы посмотрите, какого размера. В прошлый раз, когда мы вот такую большую штуку открыли, оказалось, что там лежала не просто доска, как мы изначально подумали, симпатичная, а часть плотины, на секундочку. И это было очень круто. Выглядит она очень и очень классно. Посмотрим, что здесь. Вот эти вещи всегда очень тяжело открывать, потому что прямо вот упаковывают. Но я вам хочу сказать, опять же, у нас пока не было ни единого случая, чтобы что-то долетело поврежденно. Все долетает в целости и сохранности, но и запаковывают народ иногда прям вот. Смотрите, прямо подрочно. Йоу. Йоу. Это как вообще? Я думал, это картина, это вообще не картина. Это вообще чувак из, на секундочку, этой, из Монополии. Велсакон. А, это стул. Привет, посмотрев обзор вашей студии, заметил, что складной стул картины идеально впишется в интерьер и будет востребован. С благодарностью за ваши видосы. Смотрим, сидим. Складной стул из фанеры с ручной гравировкой картины. Зовут Николай, сам из города Владимир. Владимир, знаешь, веников не вяжет. У него все четко и понятно. Вот так вот картинка, как это все складывается, а также вся информация внизу. Слушай, круто. Тут видишь еще вещи написаны, Велсакон. Вон, стейк. Во. Собрал. Что, крепенько достаточно? И переносинка, и стульчик. То есть ты такого поставил, короче, аккуратненько к стеночке. Он стоит, короче, тебе просто радует картинкой. Спасибо. Прям классная штука. Мне понравилось. Функциональные подарки, с точки зрения и эстетики, и остальных радостей, всегда приятно. Ну, я вам так скажу. Если там была у нас складной стул, посылка, то это, видимо, складная кровать. Как минимум. Что здесь внутри? А, это картина, да. Опа. Так. Подожди, это аккуратно надо вскрыть, а не повредить. Ага. Тут еще и вот посылки как раз. Подожди. Тут автограф человека, который все это изобразил, нарисовал. Ну, это прям тру-картина, в смысле, на пергаменте. На холсте, да, конечно. На холсте, шумши. Я не знаю, что такое холст. Тупой, по-вашему, что ли? Валентину Виси. Блэд, я только сейчас понял, что реально, мил саком, может, как Виси. Выглядит. Ладно. Здорово, Валек. Нарисовал для тебя икону. Работа выполнена в технике. Динамическая абстракция плюс карандаш. Это когда холст на подрамнике крепится на центрифугу. На холст вываливаются краски. И посредством вращения нужной скорости получается такой эффект. К этой иконе уже приложены такие девайсы, как iPhone 4, iPhone 5. Что? Так что икона уже заряжена историей и позитивом. И все приложенные к холсту девайсы до сих пор работают как из коробки. Топ. Сейчас, подожди, продолжим. А пока давай все-таки сгрянем на нее. Для велосоком икона. Понимаешь, икона. Не просто так, какая-то холстная, а икона. Так, а это что такое? Секретное средство от COVID-19. Чего? Вскрывать аккуратно. Балак порвал. Тем не менее, салфетка спиртовая и презерватив. Экстра сенсейшн. В принципе, я думаю, что если надеть презерватив на голову, можно отправиться совершенно спокойно на улицу без особых страданий. Техника, конечно, особая. Выглядит, как будто на картину... Кого-то стошнило. Но будем считать, что это симпатично. Да? Напишите мне в комментариях, что вы видите на этом картине. Ну, кроме, очевидно, яблока в центре. Что... Что... Даже не так... Не что вы видите, а что изображает эта картина. Что... И... Что читается там на втором дне. Слушайте, ну... Я даже не знаю. Но это круто, на самом деле. Каждый раз что-то новое, неочевидное. Насколько многогранны подписчики и вообще аудитория люди, которые занимаются чем-то интересным. Насколько вы молодцы. Спасибо большое, что что-то присылаете интересное. Мне до сих пор доставляет феноменальное удовольствие. Надеюсь, вам тоже. В очередной раз делитесь в комментариях, как лучше, хуже, чего понравилось или что. И какая посылка вас заставила улыбнуться. Или зашла больше других. Ну, а это были все посылки в апреле. И в мае мы ждем следующую партию. Так что подписывайтесь на канал. Собственно, у нас здесь много всего интересного. Кроме мы рассказываем про гаджеты, технологии и вот это все. Спасибо большое, что остаетесь с нами. И, как обычно, мы в интернете, а значит, не прощаюсь. Скоро увидимся, а вы можете посмотреть наши другие ролики. Спасибо. Прикиньте, посылок было так много. А вы даже не представляете, какое количество мусора. Хотя я попрошу вот подснять, сколько, собственно, после каждого такого видоса остается бумаги и всяких коробочек. Мы потеряли одну посылку. Открыли ее, она оказалась прямо очень годной. Смотрите, какие... Я даже не знаю, что это. Дневник, ежедневник. Ну, прям классно. Здесь Наташа нарезована. Сзади написано Enjoy Moment. Что мне нравится. Это хорошо. А вот это для меня. Тут дядя Валя с логотипом Барселоны. Обратите внимание, много Барселоны было в этом выпуске. А сзади, можно сказать, девиз канала. Величие пушка и нравится. Ну, а внутри нас ожидает что? А внутри у нас вот рученька лежит. Тут еще всякие приятные штуки для ежедневника. Слушайте, крутая вещь. Ну, и давайте зачитаем непосредственно послание. Вот такая вот была у нас с вами. Открытенько. Сейчас мы ее аккуратненько показываем. Аккуратно не вышло. Ладно. Здравствуй, дорогой Валя и вся команда Велсаком. Меня зовут Наташа. Я создаю индивидуальные планировщики ручной работы. С арт-портретами и не только. Я не умею писать красивые тексты. Но умею создавать уникальные вещи. Очень захотелось сделать вам и Наташе по такому планеру. Надеюсь, вам понравится. Берегите себя и своих близких. Не болейте. Ну, смотри. Мне просто ручку положили, так? А Наташе в ее комплект еще и стикеров напихали. То есть для девочки еще и стикеры полагаются. Спасибо большое, Наташа. Вот, собственно, ее контакты. По традиции. Находите их в описании. Я считаю, что это было прям очень круто. Вот прям хорошо. Спасибо большое. Вообще, этот выпуск мне прямо зашел. Мне каждый заходит. Но этот какой-то получился особенно приятный. Может быть, потому что было много Барселоны.